Счетная палата проверила, как правительство исполняло бюджет в последние несколько лет. Во всем разбирались на совещании. Одно из замечаний счетной палаты – несанкционированный прирост кредиторской задолженности. Например, в 2020 году это более 3 миллионов рублей. Большая часть долга относится к Минздраву. Как пояснили в ведомстве, деньги направили на экстренную помощь приднестровцам за рубежом. В основном это пациенты с проблемами сердца. Операции нашим людям с острым коронарным синдромом делают за счет бюджета в иностранных клиниках. Такие расходы сразу сложно прогнозировать. Отсюда и внеплановая кредиторская задолженность в бюджете. Также счетная палата обратила внимание на неиспользованные трансферты. Это деньги, которые из республиканского бюджета идут на места. В городах и районах их не всегда успевают распределить на конкретные работы. На деле все, что не использовали, переходит на следующий год. Потом остатки снова утверждают в законе и решают, куда направить. Сейчас идет работа над бюджетным кодексом. Важно то, что эти деньги не воруются, то есть не происходит злоупотребление. Это один из ключевых моментов. На самом деле это очень важно, потому что самым печальным исходом для нас было бы то, если бы соответствующие проверяющие органы и контролирующие фиксировали такие моменты. По этому вопросу есть предложение вот в рамках работы над бюджетным кодексом, найти общий язык из счетной палаты и с депутатами. И если есть необходимость более четко прописать эту норму в законодательстве, я думаю, что это можно сделать. Недочеты по итогам проверки будут исправлять. Ту же кредиторскую задолженность надо свести к нулю, отметил премьер. Следующая встреча правительства и счетной палаты запланирована на август. Субтитры создавал DimaTorzok